Всем привет! Сегодня у нас 2 января, уже после новогодия. Начинаем цыплят кормить вот таким мясокосным фаршем. Это он сейчас в замороженном состоянии. Здесь полкило этого фарша. От цыплята уже подросли. Сегодня они 22 декабря у нас вылупились. Сегодня получается 10 дней. И начнем. Сейчас у них как раз закладывается, начинается формироваться яичники. Поэтому надо кормить очень-очень хорошо. Обязательно кормите птицу. Тем более цыплят для себя. Как дадите старт, такой будет потом полет. Если скудно кормить, как есть такие, говорю, которые пока птица не занеслась, они ее толком не кормят. Конечно, там уже эта фигня будет. Сейчас с посудой очень большие проблемы, потому что на Новый год все занято салатами. Вообще все. Я не нашел кастрюлю, чтобы поставить вариться. Нашел такой поддон в теплице. Будем варить этот поддон. Как он у нас? Этот, этот... Бидон, бидон. Во, во, молоко. Вот в нем еще, наверное, молоко таскали. Эмалированное такое. Все, вот так поставим в этот бидон. И на печку сейчас я его поставлю. Вот у нас. Вот здесь печка вот такая. Такая все варится. На улице у нас 18 градусов. Минус 18. Мороз. Снег. Ну все, ждем. Сейчас, как пока, приготовлю морковку. Вот летние молотки, которые, по-моему, июльские. Вот это, это их не в основном. Вот это все серое яйцо. Оно мелкое еще. Вот оно. Кремовый такой цвет. Белые. Ну там белые тоже, возможно, есть. Утиные 4 штуки. И вот, видите, вот это все. Уже молотка несется вовсю. Отлично она несется. Прям, наверное, я думаю, даже процентов 100. А вот сейчас уже приеду. Здесь 80 штук. Это вчера немного. И вот сегодня. Куры несут в день. Ну, около. Сегодня было, не так, так, так. Сегодня 53 яйца, по-моему, было. Но это еще не конец. Потому что еще вечером сидели курочки. Ну вот, я упаковал уже 80 штук. Вчера было 57 яиц. Это, я считаю, чисто куриных. Утиные несутся 100%. 100% это 4 яйца, 4 уточки, 4 яйца в день. Вот такие. Скоро, наверное, будем их продавать на инкубацию. Вот они, айцо. И сейчас я уже на инкубацию дам объявление. Вот там у меня есть семья, которых я отделил. Вот от них будем брать яйцо и на инкубацию. Так что, прекрасно несутся молодочки сейчас. Вот они цвет. Вот все кремовое яйцо, оно мелкое. Это вот наши молодочки. Белые, возможно, здесь есть уже взрослые. Но там у меня чисто белые молодочки тоже есть. Я, потому что, подозреваю, что вот мелковатые яйца есть. Это, возможно, они здесь вообще такое маленькое. Ну вот, начинается у них такое прям. А про этот кидание яиц. И еще я вот утром замечаю. Наверное, это все-таки от молодых. Когда я захожу в курятник, куры смотрю под наследствами, где спят. Это, ну, яйца вот эти мягкие, без шкарлупы. Разбитые лежат, куры их съедают. Я вот включаю свет и сразу же наблюдаю. Смотрю, там кучка курей, здесь кучка курей. Видимо, молодки тоже несутся. Без шкарлупы у них такое часто бывает. И вот. Ну, несутся, я вам говорю, очень прекрасно сейчас, в данный момент, наши куры. Ладно, готовим. Сейчас, да, я подсолил еще вот этот фарш. Закинул немного соли туда. Потому что, ну, как я читал, изучал, соль, добавление соли в рацион кур уменьшает риск каннибализма. Куры, короче, которые употребляют соль в нужном количестве. У них очень сильно сокращается вот этот расклев друг друга. Сейчас я вам покажу. Вот они, эти молодочки. Вот, смотрите, какая красавица. Вот она, молодочка. Вот. Они уже... Вот она, Реба, и это тоже у нас молодочка. Вот она, вот с черными пятнышками. Ну, вот они. Они только-только занеслись. Недели две назад, по-моему. Там, вот он, вон, молодочка. Ну-ка, отойди. Да, я закрыла. Вот, молодочка. Вот она. Они выглядят шикарно, потому что они выросли летом на траве. Все лето. Ну, не все лето, когда они родились, и до холодов почти. Вот она, молодочка. И до холодов почти они были на траве. Вот она, более белая. Вот она. Ну, есть, наверное, штук 15 их. Вот, красавица. Прям такие формы, вот, смотрите. Вот она. Прямо, вот, царите. Такие формы. Да ну, вот всегда кто-нибудь встанет и мешает. Вот они. Так что, вот они занеслись им где-то 5 с половиной, 5-5 с половиной месяцев. Потому что, можно посмотреть точную дату рождения. Надо в Ютубе искать. Даже день, когда они вылупились. Сейчас еще собрал. Сегодня вот 56 яиц получилось. Вот сейчас. С племенного этого еще 3 яйца собрал. Ну, вот он, фарш сварился. Выглядит он вот так. Сейчас приближу. Вот он. Надо я, я этот, термообработку вот так варю, его делаю. Некоторые, знаю, дают сырой. Я что-то побаиваюсь. Потому что этот, кто его знает, как умерла эта курица. Она же никак не обработанная. С нее фарш сделали, запихали. Может, она от болезни умерла. Поэтому, ну, даже мне там, мне продавщица уверяет, что есть на это документы. Я в это не верю. Я работал на хлебозаводе на одном. Я до сих пор, мы не берем хлеб вот этого, именно этого производства. Потому что я видел, как его делают. Ну, мне как-то неприятно его кушать. Поэтому я даже не представляю, как готовят вот этот фарш, с каких им кур. Поэтому лучше, лучше его проварить и уже спокойно давать, без всякой боязни. А мне писали, что вот мы даем сырой. Ну, я, я считаю, как я считаю, что что-то правильно, неправильного вообще нет. Вот я кормлю так, вы видели, как я кормлю курей. Они мне приносят, ну, очень-очень хороший результат. Это я считаю правильно. Если вас устраивает, ваше кормление устраивает результат, вот, например, ваши куры дают хороший результат, значит, вы все делаете правильно. Если вас не устраивает результат, значит, вы делаете неправильно. Все, вот, вот так я из этого выхожу. Мои куры, кто бы мне что бы не писал Кто бы мне что бы не говорил Так нельзя кормить, так можно Ну, я послал их в лес Этих людей, идите лесом Поэтому Меня Мое вот это все кормление Которое я кормлю кур Очень-очень сильно радует Поэтому я считаю, это правильный результат Ну все Здесь я еще Надробил этот лук И морковка полголовки, вот она Половина вот этого лука Наши цыпки не видят сейчас Ни зелени, ни солнца На улице середина зимы Лютой зимы Поэтому как можно лучше я их сейчас обеспечу Этими разными Витаминами Ну, когда это твое хобби Твое любимое дело Это делать не сложно Когда это делается ради денег, ради выгоды Конечно, это очень сложно Это я понимаю Кто делает это У кого это от души Вот это птицеводство Он чисто с душой занимается У того дела идут очень легко Всегда есть спрос Всегда дела идут очень-очень хорошо Я вот по себе знаю А когда это делается ради денег Ради выгоды Конечно, это очень тяжко Все это делать Вот это варить Вот это это Таким людям это все нафиг тяжко Они дадут лучше вам Отрубикам и корм И забудут обо всем А когда это идет от души Человек делает это от души Относится от души к своей птице И птица, соответственно, от души Дает результат И все вот Когда делается что-то от души Этот Как сказать Прибыль Она просто неизбежна Она будет как последствия приходить вам Ну все Сейчас мешаем все Он уже подостыл Этот Сейчас все промешаю И пойдем давать цыпкам нашим Гореть Ну я его только-только вытащил Это бульончик сейчас Почему я не даю еще Можно было бы смешать это все С дробленкой Ну в дробленке есть Шелуха Эту дробленку я сам не дробил Да хотя я и сам бы дробил Там есть ячмень и овес А у них есть шелуха У этого ячменя и овса Поэтому цыплятки у нас еще очень маленькие У них может просто забиться зоб От этой шелухи Поэтому Ну пока Пока лучше не давать Или давать Ну там если дробленая пшеница Там кукуруза дробленая Ну чтобы не было вот этой шелухи грубой Как у овса, у ячменя Тогда еще можно дробленку добавлять Поэтому Все вот это сейчас Все смешаем Вот такая вкуснятина у нас получается Морковку мои Цыпки уже едят несколько дней Они все прям до утра Все склевывают Что я им даю Ну а вот этот фарш И лук я даю в первый раз Ну все, пойдемте сейчас Посмотрим наших цыпок Ну вот они наши цыпки Они еще очень-очень чудливые Ну я для них еще какой-то Еще какой-то страшный хозяин Они меня еще очень сильно боятся Ну ничего Скоро я им буду Лучше родной матери Они меня скоро будут видеть За километр и бежать ко мне Как сумасшедшие Ну вот поставил я им Убираю этот фарш сюда Боятся, видите, боятся Они смотрят Ну-ка сейчас Шугнем их сюда Побаиваются Давай, проходите Сейчас Видите Ну в принципе Они же еще и не голодные Свет у них горит Круглые сутки Вот они, видите, пролетают И еда стоит тоже Круглые сутки Ну сейчас подойдет Вот Морковку они очень любят Сейчас распробуют Вот пошло дело Видите, зобики у всех полные Вот это все До утра все съестся Абсолютно Кормушка будет пустая Но я морковку даю Сейчас Куски мяса будут бегать Я морковку вот так дроблю Мельчу То есть до утра Это все съедается Видите, еще Еще побаивается Ну что, сейчас распробуют Оно очень приятно пахнет Мне кажется, что Мне кажется А куры вообще запах Очень хорошо чувствуют И вот когда что-то такое Запах вкусный Готовишь им Видите, пошло дело Они прям этот Прям нападают Ну все, вот дело пошло Паш Что-то провалится Конечно под сетку Ну первые Первые Роза Это всегда так Без потерь Ни как корма А потом они Будут глотаться На лету Все уже шевелились Они уже заметно подросли Смотрите, какие стали Перышки уже Крылышки Большие Все Все цыплята 50 Одна курочка Будущее Все живи-здорово Прекрасно все чувствует Кормлю мега кормом Основной рацион Конечно Мега корм Стартовый Сейчас покажу Их не За пометом Тоже слежу Чтобы помет был Ну а этот Соответствующий Не поносили Нет Ну корм хороший Когда хороший корм Конечно Здесь волноваться Не Не о чем Вот такой корм Корм для кур несущих Ну это Здоровый Сейчас Кто-то спрашивал Это Стартовый Полнорационный Гранулированный Корм для птицы Старт Молодняк Яйценоскость Без антибиотиков Домашнее яйцо Полезно Ну вот этот корм Пурина А я что ошибался что ли А это Пурина у нас Вы извините Я блин Говорил что это Мега корм А почему Что-то у меня Что в голове Что я купил Мега корм Оказывается Я купил Пурина Это Пурина Походу Нет Это не Мега корм Пурина Ну это Еще лучше Даже корм А я что-то Думал Что я Мега корм Мега корм Хорошо Сейчас посмотрел Название И Несколько человек Спрашивали Написал Вот видели Это Оказывается Пурина Блин Вот Невнимательность К чему приводит Ну Пурина Это Вообще Это Вообще Супер Корм Видите Так что Наши цирки С большим Большим Зобики Жон какие Красавица Растет Зобики Наполняются Брудер Полностью Автоматический Им Здесь Очень Комфортно Так что Вот так Они Подросли Через Несколько Дней С минут Через Десять Дней Увидите Большие Изменения Они Прям Поменяются На Глазах Уже Видите Уже Б Вот Этот Отсек Когда Я Запускал Они Здесь Спокойно Помещались Вот В этом Метровом Отсеке 51 Курить Ну 51 Смель Сейчас Уже По всему Брудеру Расположились И то Уже Мне Кажется Места Уже Маловато Потом Пойдут В Нижний Ярус И я Потом Переведу В вольер Вольере Уже Будут Подрастать Уже И меня Не бояться Видите Когда Вкус Моих Да Уже Все Уже И Уже Кофе Хотя Они Сытые Вот Видите Комбикорм Лежит Всегда Это Красненькие Это Ламон Брауны А Черненькие Доминант Д Д109 Такое Кремовое Не кремовое Даже Такое Темное Темно-шоколадное Яйцо Они Должны Я Когда Увидел Эти Яйца В интернете Посолил Аж Как-то Это Там Шоколадный Темный Шоколад Яйца И как Раз А Нет Я Увидел Объявление Д2 Вот Эти Цепля Думаю Посмотрю Что За Яйца Несут И Вот В интернете Я посмотрел Что За Яйца Может Петушок Даже Гребешок Какой-то Большой Ладно Уже Видите Уже Споил Аква Оттуда Пьют Там У меня Тяжные Поилки Уже На Руце Уже Начали Оттуда Пить Ну Ладно Всем Большое Большое Спасибо За Просмотр Вот Так Вот Так Кормить Надо Своих Типок Стар Дадите Они В долгу Не Останутся Это Не Люди Они Они Отблагодарят Это По Полной Через 5 Месяцев Они Вас Закидают Яйцами Хорошими Вкусными Яйцами Которые Вы Будете Потом Продавать Своим Клиентам Клиенты Будут Довольны И Вам Хорошо Будет Всем Будет Хорошо Так Что Это Было Рай Это Мое Как Это Моя Птица Это Мое Хобби Если Я Могу На Ней Зарабатывать Почему На Ней Зарабатывать Правильно Это Это Когда Зарабатываешь Любимого Дела Я Даже Не Знаю Что Может Прекрасно Ненавистной Работе На Которую Тяжко Идти Даже Утром Вставать Просыпаться Или Вот Ты Занимаешься Любимым Делом И Оно Тебе Пронесит Деньги Это Это Большая Разница Яйца Несут Огромные Перепила Жарковато Печка Сейчас На улице Уже Минус Двадцать Печка Затопила Перепила Тяжело Дышит Ну Все Большое Спасибо Всем пока На днях Обязательно Увидимся